МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МИД Сирии заявил, что израильские удары по Сирийской Арабской Республике нацелены на продление кризиса. Члены арабских племен в провинции Дейр-Эззор намерены создать собственное ополчение. Из-за глобального потепления миллионы людей станут безработными. Союзу армян Украины исполнилось 18 лет. Мэр города Кесарии в Западной Армении объявил, что ведутся работы, чтобы сделать Кесарию городом музеев. В городе планируется открыть несколько музеев, в частности, музей прессы древних надгробий Мемар Синана, музей веры и культуры. Мы закончили нашу работу в археологическом музее, который построен внутри замка. У нас также будет музей гастрономии, музей авиации также в нашей повестке дня, а музей прессы, надеемся, будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Армянская делегация находится в Иране для участия в заседании межправительственной комиссии Иран-Армении. Как сообщает Армен Пресс, решение премьер-министра о командировании делегации в Исламскую республику Иран 30 июня-3 июля 2019 года размещено на сайте igov.am. Делегацию возглавит вице-премьер Армении Мгер Григорян. В состав делегации входит министр окружающей среды Эрик Григорян, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, директор службы национальной безопасности Артур Ванетсян, заместитель министра иностранных дел Шаваш Кочарян и другие. Проводятся ремонтные работы на участке с Орловки до границы с Армении федеральной дороги Ахал-Цихе-Нинацминда. 15-километровый участок реабилитируется с июня 2018 года. Отрезок дороги Нинацминда Армения находится в плохом состоянии и является настоящим испытанием для водителей. На данном этапе осуществляются работы по приготовлению фундамента. В некоторых местах основу для асфальта делают глубиной в 120 сантиметров. Из-за ремонтных работ передвижение транспорта затруднено. Там, где работает техника, движение одностороннее, поэтому часто приходится ждать, чтобы встречные автомобили проехали и только потом продолжить путь. Реабилитация данного участка уже много лет является темой для обсуждений как между жителями Грузии, так и Армении и между официальными лицами этих стран. Срок окончания ремонтных работ по условиям тендера до 6 ноября 2019 года. Однако и строительные компании обещали, что работы будут окончены уже в сентябре. Официально Дамаск считает, что израильские удары по территории Сирийской Арабской Республики нацелены на продление кризиса. Как сообщает ТАСС, об этом в том числе говорится в послании Министерства иностранных дел Сирии, которое было направлено в Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Израиль, предпринявший очередное вероломное нападение на Сирию, стремится продлить вооруженный конфликт. Своими действиями он оказывает моральную поддержку остаткам банд террористов, укрывшимся в Эдлибе, говорится в сообщении. По мнению сирийских дипломатов, израильское правительство, совершая преступные действия, пользуется неограниченной поддержкой со стороны Администрации Соединенных Штатов Америки. Члены арабских племен в провинции Дейр-Эдзор намерены создать собственное ополчение, чтобы помогать сирийской арабской армии держать под контролем территории на востоке Сирии, в первую очередь в районе города Абу-Кемаль. Как сообщает Балади Ньюс, это решение связано с выводом из Абу-Кемаля союзников Сирии сил иракского шиитского ополчения Хашт-Аш-Шааби, которые занимались борьбой с терроризмом и участвовали в операции по поиску спящих ячеек ИГИЛ. Лидеры арабских кланов уже провели встречу для обсуждения планов создания ополчения. Согласно докладу Международной организации труда, от 43 до 90 миллионов человек потеряют работу из-за глобального потепления, большинство из них женщины. Больше всего пострадает сельское хозяйство и строительство. Организм человека может перенести до 35 градусов тепла без каких-либо физиологических нарушений. Экстремальные температуры опасны для здоровья. Это ограничивает физическое функционирование и работоспособность человека, следовательно, производительность. В крайних случаях это может вызвать тепловой удар, который может быть смертельным. 940 миллионов человек работают в сфере сельского хозяйства по всему миру. Почти 90 миллионов человек останутся безработными, и эта ситуация больше всего затронет страны Южной Азии и Западной Африки. Такая ситуация усилит неравенство между странами с низким и высоким уровнем дохода. Авторы призывают правительство, работников и работодателей уделять больше внимания нуждающимся. В 2001 году в Харькове была создана общественная организация «Союз армян Украины». Как сообщили аналитика UA.net, в прислужбе «Союза армян Украины» сегодня в составе САУ функционирует 23 армянских общины, 18 молодежных организаций, 4 комитета историко-культурный, образовательный, женский и спортивный. За 18 лет была проделана работа во многих направлениях, в частности в вопросах культуры и общества, образования, спорта, сохранения традиций и языка, международной деятельности и благотворительности. Подробнее на сайте Союза армян Украины. Как известно, основные цели Союза армян Украины – интеграция армян в украинское общество и их консолидация с целью сохранения национальной идентичности. Союз армян Украины – единственная всеукраинская организация, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля Сайат Нова «Каманча». Сайат Нова «Каманча» Сайат Нова «Каманча» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...